Привет! Сегодня я нарисую щегла Карла Фабрициуса. Я сделала имприматуру акриловой краской, которая у меня была. Это значительно ускорит процесс, а также создаст нужную текстуру на холсте. Контуры я оставляю оригинальные, поэтому я использую проектор. Можно сделать просто бумажную переводку, чтобы сохранить авторские линии и пропорции. И приступаю к фону. Использую разные оттенки белых и светло-серых цветов. Наношу на всю поверхность фона, хорошо прокрашивая имприматуру. Имприматура создает не только тон, но и задает текстуру старой стены. Далее обозначаю темными красками падающую тень от кормушки и птицы. И делаю первый слой на кормушке. Это серо-голубой оттенок. Чтобы добиться состаренного эффекта, я еще сделаю несколько слоев в поиске нужного мне цвета. Делаю первый слой на щегле. Слежу за тем, чтобы контуры, а именно где глаз, клюв и лапки, не потерялись. Мелкие детали я уже прорабатываю тонкой кистью, но при этом я еще не уточняю цвет и текстуру. Это задача следующего слоя. В первом слое я задаю основу светотеневого объема. Наношу темные линии на кормушки. Определяю будущую детализацию. Приступаю ко второму слою. Я начну с головы птицы. Тонкой плоской кистью наношу красные пятна оперения. Дальше беру маленькую кисть для глаза и клюва и маленьких перьев. Кистью еще меньше наношу блик и рефлекс на глазе. И спускаюсь вниз на его грудку. В перьях присутствуют и теплые, и холодные оттенки серо-коричневых красок. Перья растут в диагональном направлении, поэтому я подчеркиваю текстуру тонкими штрихами по направлению роста. Уточняю острые перышки на крыле, его пушистый животик и смягчаю перья. Перехожу к лапкам. За лапками идет более темный фон. Нижняя часть лапок тонально сливается с перекладиной, на которой сидит птица. В правой части деревянное основание кормушки будет темнее, чем перекладина. Смазываю касание падающей тени на стене. Возвращаюсь к детализации перьев. Для эффекта золотой краски можно использовать индийскую желтую или неаполитанскую желтую. Далее металлическая деталь кормушки и падающая от нее тень. Теперь светлые пальцы на лапках. Еще немного штрихов, которые будут давать ощущение перьев. Уточняю цвет, форму перьев, кончик хвоста. Теперь приступаю ко второму слою кормушки. Лично для меня в этой картине самым сложным показалась эта подставка-кормушка, а именно поиск ее цвета, нужного серо-голубого оттенка с эффектом старой вещи. Постепенно прорисовываю перекладины, тени на них. На правой ножке отлупилась краска и проступило дерево. Такие детали задают настроение и картину хочется рассматривать дольше. В итоге на кормушке будет несколько красочных слоев. Только так возможно добиться этого сложного голубого оттенка и ощущения старой вещи. В один слой, наверное, можно написать только новый, только что купленный предмет. Картина Фабрициуса относится к картинам-обманкам, очень популярным в то время. Поэтому художник прорисовывал все детали реалистично, но при этом птицу он сделал слегка нечеткой, будто бы смазанный кадр, не совсем в фокусе, создав ощущение чего-то живого, а не мертвого застывшего мгновения. На стене справа на стыке падающей тени есть кусочек отвалившейся штукатурки. Подобная деталь также придает винтажное настроение картине. Теперь цепочка. Она золотая, но никаких золотых красок я не использую. Можно использовать охру или неаполитанскую желтую в светлых местах. Амарс коричневый темный прозрачный в самых темных. Золотой эффект будет виден за счет бликов. Индийская желтая с белилами. Тонкой кистью я прорисовываю все детали цепочки. Какие-то звенья потом растушую кистью, чтобы цепочка не была скучной и однообразной. Блики на жердочках тоже придают медный металлический эффект. Далее я беру жесткую щетинистую кисть для завершающего этапа на фоне. С помощью этой кисти текстуру старой стены можно сделать еще интереснее, еще старше и шершавее. Цвет не обязательно распределять равномерно. Какие-то участки могут быть светлее или темнее, так как стена уже испачкана временем. После того, как все окружение готово, можно добавить последние мазки на птице, на главных ее деталях. Вот и все. Эту картину я нарисовала за один сеанс, примерно за три часа. Предлагаю попробовать и вам. Пожалуйста, не забудьте поделиться вашими результатами. Субтитры создавал DimaTorzok